Александр, здравствуй. Добрый день. Александр, скажи, пожалуйста, а где ты живешь? Центральный район, улица Старая Ярмаркова, 32-2. Это старое место, куда пошло в место Кривориг. Очень, очень, очень подсоединен. Самые дорогие. Это ты хочешь сказать, что ты живешь в том районе, где раньше жили все многонациональные народы? Да, да, да. Это самый богатый район нашего города в то время был. Вот и сейчас. Там самая дорогая земля, недвижимость самая дорогая. Саша, скажи, пожалуйста, а тебе что-то предлагали когда-то, не предлагали? Может, там какие-то движения были, вот эти вот покупки, не покупки у людей. Все-таки там старожилы, живут старые люди, а новая элита хочет эти участки взять. Был такой случай, кто-то тебе приходил? До войны постоянно предлагали продать этот участок, предлагали 3 копейки. Сейчас во время войны пистюльки в дверях оставляют, потому что я ж практически дома не ночую. Грабели залазили, когда меня дома не было, грабели лазили там. Вот именно в этом кусочке, где ты проживаешь. Насколько я понимаю, там и Либаненки живут, и все бывшие мэры нашего города. И ты там от них же недалеко. И там же прямо, я понял, так, и райотдел, и ЗАГС. Там вот это вот все-все-все, там и военкоматы. Да, и камень, откуда Криворог начался, там же камень центральный стих памятник. Ну, это центр Миста, это очень богатый и дорогий район. А что они сейчас приходили к тебе когда-нибудь? Что они тебе вообще предлагали? Ну, они как бы, если что-то хотят, то там двухкомнатную квартиру взамен моего дома. Двухкомнатную? Да, да, мусор. Короче, я как лоха, типа, что живут тут старое, все как бы. А зачем им тогда надо старое? Хай живут в этой двухкомнатной квартире. Теперь вы поняли, что им надо. Им земли надо. Да. Они там будут строить себе дворцы. Они же всех повидавливали, там, вокруг меня было багато соседей, пенсионеров, они же всех повидавливали, нема никого. Повидавливали, квартирки подавали им по двухкомнатной хрущевке. А потом этот участок, я лично знаю, что он продавал за 100 тысяч. За 100 тысяч? Да, за 100 тысяч. Это когда было давно? Да. Ну, сейчас он в три раза дороже. Походу, да. Мы теперь поняли, значит, двухкомнатная квартира сейчас стоит где-то 18-17 тысяч долларов. А, они продали за 100 тысяч. Двухкомнатная квартира купили, ну, пускай три квартиры купили по 17, а продали за 100 тысяч. Да. Ясненько. Ничего не строили, просто продали то, что купили, то перепродали просто. Хорошо, значит, у тебя, я понял, этот участок, это элитный. Да. И мы так подозреваем, что им просто нужны твое имущество. И не только твое, таких же самых людей, которые... У меня сейчас кошмарят, это же главным делом. У меня арестованы были карточки, мои армейские карточки, что я гроши получаю, пенсию. Сказали, что у меня какой-то долг. Я в армии пішел, взял справку, в бухгалтере, ніякого долга нема. Сейчас надо еще раз бороться, буду идти. Я заплатил 11 тысяч, чтобы мне карточку разблокировали, а пішел, взял справку, потом, кажется, у меня долга нема. Вы думаете, какая-то сумма денег. Они в долгийцовском, в Держинске, они вообще оборзели, обнаголели. То есть это хопачи, рвачи, гоп-стоп и все остальное. Сашенька, спасибо вам. Пожалуйста. Здравствуйте, Украина. Город Кривого Рога. Это мы находимся в металлургическом суде города Кривого Рога. Что это такое? Это терробороновец, который с начала войны пошел добровольцам. Там записывали, давали им ржавые автоматы и отправляли их в посадки или на поле. Так вот, их собрали, этих терробороновцев, гражданских людей и отправили в сторону Кировоградской области. Поставили блок-пост, это поставили картам. Ну, палки какие-то положили. Ну, наподобие такое, насколько я понял. По всем этим разговорам, по всем этим действиям, по всем этим судам. Так вот. И там стояла заправочная станция КР. Что такое КР? А там, где написано КР, это все вилкулов. Это вилкулы, которые у нас тут в госполкоме. Председатели. Как сами себя они назвали. Выконочные обязанности. Горисполкома. У них там их заправочная станция. И вот те на заправочной станции начали выделять им солярку терробороновцам. Как они там, что они там. Машины подъезжали, краны подъезжали, все заправляли их. Эти, я понял, так, вроде бы еще тогда контракты не записывали. С ними не заключали. Они там рыли окопы, блоки ставили. Ну, естественно, начальники ездили. А эти ж там колупались. Ну, и вот, решили ж, как это так? А кому это мы? И зачем это мы? Это ж мы сами себя кинули, получается. Решили на кого-то списать. И вот они решили на этого Александра. А почему на него? Он живет в элитном районе города. И очень давно у него хотели отжать участок. Там, где живут бывшие мэры, где прокуроры, мусарня, все. Там рядом райотдел, военкоматы, ЗАГСы. То есть, бывший еврейско-райончик. Там все покупалось, продавалось. Там рынки. Так считалось. А евреи уехали в Израиль и в некоторые страны. А шилюки заняли эти места. Кучки. Начали сами там кучку ваться. Но генетика ж не та. Не еврейская генетика. Они должны эти все, все уничтожить. Вы же видите, как говорят, евреи виноваты. Но евреи ж уехали. Чего ж вы ничего не делаете? Это не мы, да? Это они. Так вот. Сейчас на него повозбуждали уголовные дела. Начали ему дома делать обыски. Думали, что у него там спон там. Думали. Что у него там с цистерной соляркой стоят. Ничего там у него не стоит. А им нужен всего лишь только имущество. И не только его имущество. А имущество всех наше. Да не там-то было. Во. Никто вам ничего не отдаст. И вот мэрия Кривого Рога решила с мусорами, с прокурорами отжать у терробароновца, который больной, ему почку вырезали в свое время, когда он служил там. Так в документах и написано. Почему и что. Онко больной. Во время войны занимаются мародерством. Смотрите ГЭШИП Кривой Рог. Ютуб. Там все есть про этого терробароновца. Суды. И все. То, что вам понравится и не понравится. Всем удачи. Для улучшения вашей видимости на Ютуб канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.